Виктор, Вы представляете Германию и какую клинику? Широкий спектр медицинских услуг под одной крышей. Это удобно с точки зрения работы с пациентом, потому что при необходимости получения каких-то дополнительных консультаций у специалистов других областей и так далее, это все представлено в одном, что называется, здании. Вот здесь еще такой вопрос. Вы коллега, врач. Я понял, что работали врачом в этой клинике, да? Да, я работал 15 лет в этой клинике, из них 13 лет хирургом и почти 3 года руководил международным отделом. А хирургом в какой области? Хирургия сосудов. Ну это одна из самых ювелирных. Трудно сказать, каждый хирург считает, что его работа самая ювелирная. Нейрохирургия считает, что нейрохирургия самая ювелирная. Виктор, а почему, так сказать, вы сейчас занимаетесь вот именно этой работой? Я понял так, что пациенты звонят вам и... Понимаете, значит, ситуация такая. Клиника сама по себе, когда имеет интерес в иностранных пациентах, многие вопросы она решить не может самостоятельно. Потому что для этого нужно понимание ментальности. Грубо говоря, для немецких клиник, которые хотят иметь русских пациентов, нужно понимание русской ментальности и русских запросов. Абсолютно правильно. Для арабских пациентов требуется совершенно другое. Для пациентов из Соединенных Штатов требуется третье. Начинает питание, возможности соблюдения религиозных обрядов для арабских пациентов и так далее, и так далее. Клиника готова в этом деле принимать участие, но, скажем так, пассивно. Они предлагают высочайший уровень медицины, но сервис или все, что принадлежит к этой проблеме, реализовать, не понимая русской ментальности, невозможно. Но здесь я хочу сказать и другой фактор очень важен, что нужно понимать русскую ментальность, но в то же время быть очень хорошим специалистом, который понимает медицину. Это желательно. Это желательно. Желательно, то есть не обязательно. Естественно. Я думаю, что вы очень ценный специалист, потому что, с одной стороны, вы великолепно представляете саму структуру, уровень медицины именно в клиниках, и в клинике в этой, и в то же время представляете ментальность и потребности русского человека. Я три года входил в так называемый штаб больницы. Это штаб при президенте клиники, куда входило 8 человек. И мы занимались как бы самыми разными властями. Там были специалисты по страхованию, специалисты, юристы, экономисты и так далее. Там врачей нет. И вообще в немецких клиниках, в управлении клиник, врачи не принимают никакого участия. Принципиально никакого участия. И поэтому я, в общем, не удалось совместить, понимаете как. За 13 лет хирургической деятельности я работал со многими профессорами вместе в операционной или тем или иным образом как-то с ними контактировать. То есть у вас еще есть личный контакт. Да, естественно. Я со многими из них на «ты» просто. И плюс к тому, работа в управленческом аппарате клиники дала мне возможность понять структуру больничного менеджмента. И в частности мы сейчас, как отдельное звено нашей работы, предлагаем на российском рынке такую программу, как больничный менеджмент и управление больницами. Вот так. Скажите, пожалуйста, а сколько пациентов сейчас едет в Германию именно в Ваши? Потом пациентов нарастает, как снежный кон. Как снежный кон. Мы начинали 7 лет назад и имели 30 пациентов в год. И считали, что это вообще победа просто. На следующий год уже было около 100. В прошлом году мы имели 490 пациентов за год. И в этом году мы перекроем рубеж 500, я думаю. Потому что в среднем... Я улетал из Германии вчера. Вчера у нас в клинике лежало 17 русских пациентов. Скажите, пожалуйста, а Ваш офис находится здесь, в Москве? В Нюрнберге. То есть практически вот те консультации, первые консультации для пациента, самые важные, Вы делаете из Нюрнберг? По телефону, по электронной почте. Вся информация расположена у нас на сайте. Мы сделали специально 4-х язычный сайт. И у нас есть сайт с доменом RU. И сейчас мы зарегистрировали вот на прошлой неделе первый кириллический сайт с расширением РФ. Скажите, а вот когда пациенты звонят, они разговаривают только с Вами или хотят разговаривать там с врачами, которые их будут лечить? Или этого нет необходимости? В этом нет необходимости, раз. Потому что на основании какой-то информации, которую я получаю из России или разговора с пациентами, я беру на себя ответственность решать, в какой отдел клиники пациента направить. И иногда это, так сказать, заболевание лежит на границе нескольких специальностей. А учитывая тот факт, что в Германии очень коллегиальный, так сказать, коллегиальность очень сильно вообще возведена во главу угла, то мне удается, обсудив это с двумя шефами, скажем, решить вопрос, куда целесообразнее положить пациента. Вот так даже. А там дальше уже в его лечении участвуют 2, 3, 5 человек. А, так сказать, с медицинскими центрами в России, то есть вы сотрудничаете, то есть есть направление из медицинских центров, когда они напряжены? Очень мало. Очень мало. В процентном отношении из медицинских центров мы получаем, может быть, 1-1,5%. То есть люди выходят на вас напрямую, получается, да? В основном работают, да, в основном работают в сарафанной ране. То есть довольные пациенты приезжают, рассказывают среди своих коллег, членов семьи, и, так сказать, молва распространяется. Но я хочу сказать, конечно, вот я даже представляю пациентов из Москвы, из России, поговорить не просто, образно говоря, там с девочкой, которая направляет куда-то, а уже со специалистом, который, во-первых, сам врач высочайшего уровня, потому что в Германии оперировать это нужно быть... Ну, будем говорить так, это мое мнение, это, так сказать... Я приехал в Германию по приглашению одного научного фонда на 2 года на научную работу, а потом вот так получилось, что я остался. А потом так получилось, что остались специалистом. И в то же время еще специалист, который действительно представляет клиник очень хорошо, знает Россию. То есть, конечно, я понимаю, что вы просто вот уникальный тот мостик между Россией и клиникой. Понимаете, меня многие спрашивают, почему я не имею предстоятельства в России. Я на это всегда... А зачем? Потому что предстоятельство в России, даже если нанять врача, даже если его обучить месяц в клинике Нюрнберг, даже если ему рассказать всю организационную структуру, он не сможет представлять клинику и все равно будет обращаться ко мне. И среди моих сотрудников есть... У нас 14 человек, да? Но все медицинские вопросы, кроме меня, решать никто. Я хочу попросить вас сказать адрес своей электронной почты и телефон, потому что я думаю, что пусть небольшое количество, но тех людей, которые хотят, получат именно... Вот я чувствую, что им будет приятно. С удовольствием скажу наш телефон. Наш телефон в Германии. 81049-911-211-02-15. Это мой прямой телефон. Если меня в офисе нет, и где бы я ни был, он переключается на мой мобильный телефон, я доступен 24 часа в сутки. А электронная почта и сайт? Электронная почта такая. Инфо24. Инфо24. Собака. И название нашей компании clinical-solutions.de Ну, мы, так сказать, выложим всю эту информацию. Сайт clinical-solutions.de или .ru Виктор, мне очень приятно было познакомиться, потому что я считаю, что вот на этой выставке я встретил профессионала, который имеет право говорить и даже учить, как нужно делать медицинский туризм. Я стараюсь никого не учить, потому что, ну, так сказать, учить, это не моя задача. Моя задача, я считаю, что, несмотря на то, что я оставил медицину активную, то, чем я занимаюсь сейчас, это как бы продолжение моей медицинской деятельности. Я в этом не сомневаюсь, я думаю, что вы не меньшему числу людей помогаете, потому что вот даже когда мы разговаривали, я слышал о том, что какие-то уникальные вещи, которые, к сожалению, нельзя сделать здесь. Ну, в каждой стране есть свои плюсы. Ну, естественно, естественно. Как раз спасти даже несколько человек, благодаря вашему участию, это уже, я считаю, очень хорошая врачебная работа. Спасибо. Успехов вам. Приятно очень было познакомиться. Успехов. До свидания. Продолжение следует...